Мы немного отвлеклись. Мы еще вспомним эти буковки. Они нам пригодятся. А теперь давайте вспомним о наших господные горнях. Есть у нас еще группы корней, где тоже чередование глазки. Горня. Горня. Мать, это тоже официально помогает. Клон и клан. Числа за О и А. Заметься. Клон и клан. Атварь. И вар. И? Тварь. Атварь. И? Тварь. И? Тварь. Конечно. И? Тварь. И? Атварь. Все сюда. Атварь. И? Тварь. Понятно? Представка от корень вар. А здесь корень вар. Тварь. Тварь. Дойдет. Так. Еще. Утварь. Вдэ. А ты Вдэ. Утварь. Тварь. 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 Дай тебе при помощи. Дай тебе варит. Взарь. Волосатая вадевая. Знаете кто в себе исключает? Волосатая вадевая. Комар. Ну да. ЗОР. ЗР. Зр. Зрак. Зрак! Из-за! Зо-из-за! В чём разница? Давайте думаем! Он клонится! Он клонится! Горко! Горко! Я не понимаю, что он кланяется! Он кланяется! Он кланяется! Это правда! Но здесь ошибиться нельзя! Он ударенный, правда? Кланяется! Он шуковал! Поклонился! 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 Сотворить! 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 Сотворительный потерь! Поклонился! Отворить! Я могу заборить! На солнце! Мы умеем загад! Получить загад! Все согласны? Это перед нами черепливущийся орган! Теперь в чём правило? Давайте с нами думать, есть ли оно, нету, не знаю. Так, смысл слова близко, но еще проще, проще. Значит еще проще. Как кажется, так и пишу. Как кажется, так и пишу. Давайте попробуем стежить стежки. Загорение, наклонение, растворение, озарение. Что писать под ударенье? Что писать без ударенья? Мы под удареньем пишем без сомнения то, что слышим. Если же звук без ударенья, то и пишем без ударенья. То и пишем без ударенья. Итак, звук без ударенья вызывает какие-то сомнения. Что же писать без ударенья? О. Если мы что-то слышим. Нет, смотри, я понял. Если без ударенья пишем, то пишем О. Итак, если мы слышим корень от ударенья, мы пишем то, что слышим. Если мы слышим корень без ударенья, то мы пишем с вами О. Сотворить. Сотворить. Пишем. Сотворить. Следующее. Склонить. Склонить. Загореть. Загореть. Приклонить. Приклонить. Значение приклонить голову. Приклонить. Дальше. Затворить. Значение ЗААТВОРИТ.'" ЗАТВОРИТЬ. Зачение ЗАТВОРИТЬ. Дальше. ЗАТВОРИТЬ. Заметьте, мы не проверяем слову ЗАТВОРИТЬ. Нет. Дальше, склонить, склонить, не путать, утварь. Дальше, выгореть, выгореть, скажем, волосы выгорели на солнце. Выгореть, уклониться, уклониться. Я надеюсь, во всех этих словах, кроме одного, вы написали О в порте. Я написал везде О в порте, для того, и для того, и для одного. Кроме одного. Одного какого? Утварь. Утварь. Вы знаете, почему? Мы сказали Утварь. Это не удаление на другую руку. Мы можем считать, что это исключение. Утварь. 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 Что такое Утварь? Это? Это репестов. Репестов. Можно? Нет. Не репестов, конечно, нет. Это? Это, например, домашнее Утварь. Домашнее Утварь, то есть? Посуда. Так? Посуда. Посуда, например. Вещи. Вещи. Все эти домашние вещи, необходимые в хозяйстве. Утварь. Ударение сюда. Не сюда. Не Утварь, а Утварь. Всякое домашнее, необходимое Утварь. Это может быть посуда. Это может быть придаваться. Может быть. Если она тебе необходима, в домашнем хозяйстве. Нет, кошка. Кошка. Не испытание. Не думаю. Кошка в домашнем хозяйстве. А, не испытание. Нет, кошка, что приказала эти приворотные вещи. Кошка не знаю. А вот башиловка, скажем. Может быть, у твоего... Нет, кошка, чтобы она башиловкой. Как? Кошка, чтобы она работала башиловкой. А то башиловка сломает за кошку, все покормит. Кошка, это все тяжелое существо. А не тяжелое. Правда? Ну, будет, будет, а будет. Кошка, живая. Да? А мы двое не живая. Если бы слышал с вами удовольствием, поклон. Кланякса. Мы пишем смело. То, что он слышит. А если мы это говорим и слышим, мы договариваемся, что пишем О. Кроме того, что он. ЗО. Вот там ровно наоборот. Если мы с вами в этом фоне Ничего не слышим. Не слышим, Патерина. То пишем А. 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 Заря. Зарница. Что? Зарница. Заря. Заря. Пишем что-то с А. Заряженный. Заряженный негодец. Заряд. Правда? Заря. Заря. Заря уже на москве. Заряд. 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 Непократно. Непократно. Заряд. Заряд. Заряд, не заряд. Ну и так. Это заряд. А Д у нас здесь нет. Наспорим. Зар. Правда? По заре. Как? По заре нет. Пойти как-то по заре. Согласен. Пойдет. В сон это уже мало. Но сейчас. Давайте ограничимся. Вот этим городом. Город или город, приобретенный на солнце. Это? Загар. 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 А тут же загореть. Тут же гора была. Город. Вот гора здесь ни при чем. А почему загор? Загар. Но зато мы можем. Загореть. Солнце загореть. Почему загореть? Потому что мы не слышим ударение. Потому что. Да? По правилу. Не слышим. Там, где мы не слышим ударение, мы пишем о. Правда? Правда. Загар, но за город, за двоец, за двоец, за двоец и так далее. Давайте еще малышка. Остаток. Остаток. Не догоревший. Писать. Писать значение. Остаток. Не догоревший. Свечи. Будьте внимательны. Тут приставка интересная. Обулица. Что? Обулица. 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 Прижарении или печенье. Подгореть. Почти. Подгореть. Пойдем. Вот вы печете пирожки. Обулица. Печешь пирожки? Нет. Нет. Мам, печешь пирожки? Нет. Нет. А я все обману. Пошли. Если пирожки могут, не дай бог. Сгореть. Нет. Не сгореть. Нет, не обгореть. Не переголеть. Нет, не переголеть. Обулица. Нет, не обулица. Пригореть. Пригореть могут. Пригореть. То есть чуть-чуть подгореть. Да. Пишем? Пригореть. А могут прижариться? Пригореть. Пригореть. О, пригореть. Человек или люди, у которого при пожаре сгорело все имущество. О, пригореть. Пишем? Пишем? Пишем слух. Пишем? Нет. А как? О, пригореть. Пишем только значение. Человек, у которого при пожаре сгорело все имущество. Значит, он... Он что-то думает. Вот так. Думаем, что болезнь, с этим же корнем, болезнь, сопровождаемая высокой температурой. Думаем, что болезнь, когда высокая температура, это не жар, жар, это просто самая последняя температура. Думаем, что болезнь, с этим же корнем, с этим же корнем, с этим же корнем, с этим же корнем. Печку кто-нибудь корнем топил? Да. Дым. Почти? Горячий. Почти? Горючий. Саша. Горючий, близко? Саша. Кто же горючий, тот и печку. Саша. Вы топите печку. Горячий. Горячий. Почти. Горячий. Горячий. Так, не верю, что кто-то топил печку. Не верю. Давай, что ты делала? Вот ты положила в нее трава. Правда? И надолелся. Так, зажглала. Да. Дальше. Закрыла. Закрыла. И пошла. Дальше. Это жглотей. Дальше самое интересное. Поддухай. 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 Надо открыть, конечно. Чтобы воздух шел снизу. И еще надо. Поддухай. Печку тоже надо приоткрыть. А что будет, если вы поставите печку греть, и все закроете? Будет взрыв. Взрыв. Она выгорит. Она выгорит, да. Закоптится. Ох. Это не самое страшное. Закоптится это тоже самое страшное. Огонь будет идти вверх. И ступлите. И ступлите. Пожар. Огню. Нет. Пожар не будет. Огню. Будет. Не пудрится. И не хватать воздуха. Дым пойдет. В комнате. В комнате будет. Угар. Вот еще словечко. Угар. 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 Угарный газ. Очень ядовитый. Угарным газом можно отравиться. Если вы не закрыли печку. Или закрыли не вовремя. И пошли спать. Пошли спать. И заснуть. Не вовремя. Не вовремя. Не вовремя. Не вовремя. Не вовремя. Не вовремя. А значит отравиться угарным газом. Это угарить. И это следующее значение. Угарить. И на это говорят. Бежать как у гориллы. Это как? Как будто у тебя что-то стали гореть. Быстро. Как будто ты угарил. Да? То есть бежать очень быстро. Как будто бы ты угарил. Может быть как будто бы ты. Это согласен? Но скорее как будто ты. Угорел. Угорел. Угорелого человека. Мысли не шаются. Да? Ну что? Может стать типа таким? Отпутавалом. Тяжеловым. Голодеет. Да? Отпалительную жизнь. А долго? Еще лучше. А долго? Скоро. Это зависит от того. На сколько ты угарил. Можно быть так всю жизнь. Не дай бог. Можно открыть. Можно закрыть. Можно закрыть. Бежать, как говорили. И нужно, конечно, бежать очень быстро. Значит, он бежит, он спасается от этого угара. Да? Цветок. Цветок. Или гриб. Бори. Ярко-ярко-ярко-красный или оранжевый. С этим же формем. А-а-а-а. Мухамур? Ярко-оранжевый. С этим формем. Это листья? Ярко-оранжевый. Гриб. Гриб. Цветок. С этим формем. И гадайте, что ли? Он едает или нет? Он нет. Как правило, едает. Но это не важно. Ярко-оранжевый. Нет. Мухамур, если при чем? Это цвет. Это может быть цветок. Это цветок, который как будто бы... Гурит. Мы о каком корне говорим? Горго. То есть он как будто бы горит. Значит, цветок или гриф будет называться... Горго. Почти? Близко? А на право? Может быть, горчица? Горчица. Горчица нагорчит. Горчица нагорчит. Горчица нагорчит. А этот цветок или этот гриф как будто бы горит. Почти. Роза. Рога. Горянка. 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 Не уголь с горечками. Горянка. Горянка. Горя. Почему там горь? Горянка. Потому что ударение не падает на духу. Он не в корне. Ударение? Не в корне. Ударение не на корне. Горянка. Горит гор. Гореть. Горянка. Горянка. Теперь попробуем выделить корни. Вот в этих словечках. Быстро записываем. Столбик. Городок. Столбик. А что опять городской? Городок. Давайте другую. Гор. 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 Гор в больницу. Городок. Гор. Гор. Сгор. Гор. Поехали! Здесь или там один бой? Нет, здесь нет! Конечно нет! Зайдите, пожалуйста, два с одним корнем! Подождите! Подождите, успеем! Город! 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 Так! Город! 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 Там как ни странно! Там тот же корень! Происхождение! Тот же! Но что сделали с город? Город! Его как будто бы урезали! Город! 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 Значит другую совсем горе! Город! 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 Рumbs! Город! Город!